Правильно выбранное мясо – залог вкусного шашлыка и удачного отдыха. Если продукт окажется несвежим, поездка на природу может закончиться отравлением. И даже самые изысканные травы и оригинальный маринад ситуацию не спасут. Когда вы приходите на рынок, вы обязательно обращайте внимание на продавца. Как он выглядит, одет ли он по форме, есть ли чепчик на голове, перчатки на руках. Если нет документации видимую, то уточнить, какая документация. Лицензии все должны быть пройдены, ветконтроль у животных, даже на везде печати стоять, на продукции я имею в виду мясной. При выборе мяса обращайте внимание на внешний вид. Степень свежести можно определить, надавив на кусок пальцем. Если ямка быстро исчезнет, мясо свежее. Не стоит игнорировать и запах. Здесь хорошо работает так называемый метод горячего ножа. Попросите сотрудника магазина накалить лезвие зажигалкой и воткнуть его в кусок мяса. Если запах не нравится, от покупки лучше отказаться. Однако выбрать продукт – это только половина дела. Важно правильно его приготовить. Начать лучше с маринада. Он не только влияет на вкус шашлыка, но и на микробиологическую безопасность мяса, в особенности свиного. Там присутствуют бактерии, которые нужно обязательно убить маринадом и прожарить мясо полностью. Говядину мы можем сделать медиум, медиум вэл подать, так как и баранину. А вот свинину нужно обязательно замариновать. Для рецепта понадобится репчатый лук, помидор, растительное масло, специи и петрушка. Зелень мелко рубим ножом, а лук режем полукольцами. В процессе приготовления не забываем о правилах безопасности. В одной чашке я делаю маринад, режу ножом. Соответственно, после этого я делаю уже мясо. Если вы мясо сначала порежете, то нужно обязательно помыть нож и доску, и заняться маринадом. Лук придаст мясу сочность, а у помидора есть своя кислота. Мясо хорошо примаринуется и станет нежным. На очереди свинина. Мясо нарезаем такими довольно крупными кубиками, чтобы было удобнее жарить. Потому что если будет маленький кубик мяса, то оно может пересушиться на костре. Смешиваем ингредиенты. В процессе щедро отжимаем лук с помидором. Овощи отдадут сок, а свинина его впитает. Чтобы убрать лишнюю соль с маринада, можно добавить растительного масла. И при жарке он дает такой приятный колер. Готовый продукт накрываем пленкой и отправляем в холодильник на сутки. Если торопитесь, то можно использовать вакуумный пакет или минеральную воду. Также обратите внимание на посуду, в которой планируете оставить мясо. Я вам советую не хранить в железной посуде. Переложить это все в пластиковую. Потому что маринад, если вы будете использовать уксус, лимонную кислоту или что-то еще, газы, минералку, это будет взаимодействовать с металлом. А это не нужно. Маринованное мясо остается только хорошо прожарить. Главное – не пересушить. Самая оптимальная температура для жарки шашлыка. Если рука терпит, то можно жарить. Если не терпит, то подождите и потом жарите. И он не будет ни перегорать, ни пересыхать. В процессе жарки с огнем можно бороться с помощью простой поваренной соли. Также не забываем переворачивать шампуры, чтобы свинина хорошо прожарилась. Для того, чтобы понять, готов ли шашлык, делаем надрез ножом. Если мясо имеет серый оттенок, значит оно готово. А если розовый, осталось всего 5 минут. Наше мясо готово. Снимаем. Готовое блюдо подаем с любимым соусом, маринованным луком и овощами. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Ксения Баканова, Константин Головин.